Итак, сегодня мы будем продолжать изучать то, что сказал Раби Йоханнен бен Закай своим пяти ученикам. Мы же говорили, что у него было много тысяч учеников. Он был, что означает в принципе слово «рабан», учитель всего еврейского народа, Раби Йоханнен бен Закай. И вот самые выдающиеся его пять учеников. И что же, какой вопрос он им задает. И это, несомненно, Бетни Драши, в месте учебы его. И это наша следующая Мишна, девятая Мишна, второй главы. Сказал он им. Выйдите и посмотрите, каков прямой путь, чтоб к нему прилепился человек. Я не могу понять. Это Рабан Гамлеэль, учитель всего еврейского народа, говорит своим ученикам «выйдите из Бет-Медраш». Что это такое? Ведь главное – это изучение Тора. Выйдите и посмотрите. Обычно, когда слово «посмотреть», это еще и обдумать, и осознать. Посмотрите. Какой же прямой путь, чтобы к нему прилепился человек. И это одна из тех вещей, которые, в принципе, надо понять. Разве они не занимаются самой прямой вещью, прямым путем. То, чем должен заниматься человек. Выйдите из Бет-Медраша. Что есть вне стен Бет-Медраша, чего нету внутри Бет-Медраша. И, несомненно, наши мудрецы, комментаторы объясняют это. Например, Медраш Шмуэль, он объясняет, что этими словами он обратился к ним перед тем, как они выходили из Бет-Медраша. Что когда они выйдут, они не должны думать ни о чем другом, а вот об этом поставленном вопросе. Чтобы вы обдумали этот вопрос. Какой же прямой путь, которого должен придерживаться человек? И, несомненно, человек должен стараться исправить все свои дурные качества. Что же это путь, прямой путь? И сказано, что праведники, они никогда не успокаиваются на достигнутом. Может быть, человек и учит Тору, и делает добрые дела, и прилепляется к еврейским мудрецам. Но, может быть, он должен сделать проверку своего сердца. А может быть, я недостаточно выполняю то, ради чего пришел в этот мир. И это то, что объясняет Миам Лоэс в комментарии на поучение отцов, что никогда праведники недовольны тем, что они достигли. То, что они достигли. Я хочу вам рассказать одну личную историю. Это было уже в последний месяц, когда мой учитель Равыцкак Зильбер, что память о праведнике была благословенна, он уже лежал в больнице Адаса, и он был очень слабый. И перед тем, как отправляться в Москву, ну, я преподавал в Ешиве в Москве, в Торадхаин, я пришел его навестить. И мы говорили о чем-то. Я дал ему послушать мою последнюю передачу на радио, где я цитировал его открытие в Торе. И вдруг я услышал, как он что-то говорит. Не успел. Не успел. Я говорю, что? Он говорит, не важно. А потом, когда я был в самолете, я понял. И он обращался к самому себе, что я не успел что-то сделать. Не успел доделать. Вы понимаете? Праведники. Они поднимаются непрерывно, приближаясь к Творцу. Делая беспрерывно добрые дела. Обучая каждого правильным пути. Они всегда считают, что они не достигли еще того, ради чего они пришли. Я вспоминаю то, что говорят наши мудрецы, что нет у тебя даже травинки, у которой не было бы ангела, который ударял по ней и говорил, расти, гдаль. Что это значит? На самом деле открывается картина мира. Что в нашем мире нет ничего, в нашем материальном мире, у чего не было бы корня в духовном мире. И тогда, чем отличается камень от цветка, а цветок от птицы, а птица от человека? Это уровень неба, духовности, который освещает эту материальную природу. Так как надо понять, что у каждой растинки есть, тропинки есть ангел, который ударяет и говорит, расти. Вы понимаете, это то, что даже эта тропинка должна выполнить свое назначение в мире. Мы видим зимой. Ну, вот мы ждем в Израиле, сейчас мы просим, что были дожди. Вот, слава богу, прошлой ночью был обильный дождь. Каждая капля, у нее есть свой адрес. А, знаете, когда осенью падают листья, у каждого этого листка есть точный адрес, куда он должен упасть, что с ним должно произойти. А когда падают, знаете, семья, я как-то обратил, это было в Ешиве, мы снимали здание, это было в Валентиновке. Первое здание Ешивы Турадхаим за городом, в санатории Центра Союза. И вот мы с одним учеником гуляли. Это загород, это и огромные деревья. И вдруг мы видим, падают, падают, знаете, это семья, у которого есть как бы крылышки, как с парашютиком. И вдруг я обратил внимание, какое множество этих семечек падает. Но сколько из них примется? Почему такая множественность? Ведь у каждого есть свой адрес и свое назначение. Так если мы говорим это про растительный мир, во сколько раз больше, целенаправленно, то, что связано с животным миром. А во сколько раз больше, это назначение человека, то, что он должен успеть сделать со всеми теми силами, которые дает ему Творец. И вот посмотрим пример, который приводит Неам Лоэс. Он говорит так. Так сказал Моше перед Творцом. А сейчас, если нашел я милость в твоих глазах, сообщи мне твои пути. Отсюда мы видим, то, насколько важно было для Моше открыть путь, чтобы понять, как Творец управляет миром, чтобы найти милость в его глазах. Посмотрим дальше. Царь Давид, который шел, вся его жизнь была служением Творцу, песней Творцу, псалмы Царя Давида. То, когда цари народов мира спят на своих перинах, в полночь, сказано было, особенная арфа над постелью царя Давида, и северный ветер дул в нее, и от этого будильник. Он просыпался. И чем он занимался? Широт в этой же поход, песнями и прославлениями Творцу. И что? А утром, когда все цари мира продолжают проклаждаться в своих постелях. Так написано в трактате Вавилонского Толмуда «Броход». Руки царя Давида царь, они выпочканы кровью. Откуда кровь? Потому что есть особенные законы ритуальной чистоты, когда женщина разрешена своему мужу. Так Давид отвечал на эти вопросы как раввин. Одна из должностей, одна из обязанностей раввина проверять, когда может быть разрешена своему мужу жена по вопросам, которые она задает. Так вот, руки его были выманзаны в кровью, и вы знаете, когда женщина не о нас будет сказано у нее выкидыш, то проверяют, сколько времени выкидыша. От этого зависит, сколько она должна отделяться от мужа, когда она может очиститься. Вот в этом вымазаны руки царя всего народа Израиля. При всем при том, он ищет путь цельности для своей души. Может быть, он рожден, чтобы достичь большего величия. И поэтому сказал Раби Йоханнен Бензакай своим ученикам, выйдите и посмотрите, какой путь хорош, чтобы человек прилепился к нему. Недостаточно вам то, что вы учите Тору полной отдачей сил, то, что вы делаете милость безграничной. Выйдите, чтобы посмотреть, как живут люди, чтобы найти милость в глазах людей. А почему людей? Главное, в глазах Творца. Нет, сказано. В глазах Творца и людей. И проверка, если человек находит милость в глазах людей, это показатель, что он находит милость в глазах Творца. И так мы объяснили, почему Раби Йоханн Бен Закай говорит, выйдите из Бен Медраша и посмотрите, каков путь самый прямой, чтобы прилепился к нему человек. Ведь если человек работает даже над одним своим дурным качеством, он, скажем, исправил одно качество. Тем самым он перешел просто на другую ступень служения Творцу. Но что это дурные качества? Это значит, ну, представьте себе, это такой пример. Один человек вышел от портного, и одна нога у него короче другой, он идет так, одно плечо выше, другое ниже, вот так вот он идет, да, и на нем замечательный костюм. И говорит один человек другому, посмотри, какой урод, и как хорошо на нем шит костюм. А что было? Когда он пришел примерять костюм, и он начал примерять, он говорит, ну, здесь же один рукав короче, портной говорит, да, что вы говорите, а ну-ка потяните руку, вот так, а теперь, а здесь же одна штанина длиннее, а ходите так, и вот так вот человек пошел, это значит, так это мы с другими словами говорим про дурные качества человека, нет человека идеального, который родился бы в совершенстве, потому что почему так важно человеку исправить дурные качества, потому что если, например, человек гордец, вы понимаете, тара сравнивается с водой, ой, кольца мэльны хули мэйм, ой, все жаждущие, идите к воде, но как можно получить воду, если у тебя есть сосуд, а если ты сам гора, гордец, да, то вода, сказано, спускается в низкое место, то есть вода спускается вниз, а огонь поднимается наверх, так вот человек, который гордец, или скупердяй, то есть это дурное качество, которое не позволяет ему впустить в себя Тору, поэтому посмотрите, какое качество главное, что вы над ним работали, и через это вы могли перевернуть полностью свой внутренний мир, итак, посмотрим, что же говорят его ученики, пять выдающихся учеников раби Йоханна бен Закай, и вот что говорит первый ученик, раби Элиэзер бен Уркинус, он сказал, айнтова, самый лучший путь, по которому шел, чтобы шел человек, добрый глаз, что значит добрый глаз, давайте посмотрим, человек, который, я на иврите скажу, самех доволен тем, что Творец ему дает, он может радоваться тому добру, который получает другой, этот человек приятен всем, и любим всем, потому что он любит людей, любит мир, и это, по мнению раби Элиэзера, корень всех добрых качеств, добрый глаз, вы знаете, я помню, в детстве я учил, был такой поэт, замечательный поэт в России, Николай Заболоцкий, и у него было стихотворение некрасиво, а, это совсем другой поэт, извините, это Кедрин, некрасивая девочка, как она радуется, эта девочка, что одному купили велосипед, у другого самокат, вы понимаете, это душевное качество радоваться тому, что есть у другого, это возможно только когда человек полноценен, когда он считает, что то, что есть у него, это достаточно, и у меня вспоминается одна хасидская притча, что один человек, у него было очень много проблем, и он пришел к, по-моему, это магиду из Мезырич, и спросил, ну, как мне перенести все вот эти страдания, все эти проблемы, он сказал, пойди к Равзуши, он тебя может научить, Равзуши, и он пришел, и видит человек, который одет почти в лохмотье, там у него дома дети, нечего есть, и все, и он Бет Мед Раши разжигает печь, и ему сказали, что сегодня его кто-то там побил из Гоев, и там у него такое неприятность, и в доме у него прохуделось потолок, и так далее, и он смотрит, и человек напевает что-то, доволен, и вкладывает для Бет Мед Раша, для синагоги, чтобы было тепло, он сказал, у меня учитель пославший, я спросил, как можно переносить все неприятности, страдания, и так далее, Равзуша сказал, почему тебя послали ко мне, у меня никогда никаких неприятностей, страданий, и проблем не было, почему, потому что он доволен тем, что посылает ему Творец, асамейх бехелько, и что это такое добрый глаз, вы понимаете, как потом мы будем учить три вещи, которые выводят человека из мира, что это такое, кино, тава, выковод, кино, зависть, тава, страсть, и стремление к почету, то есть, все время человек, завистник, например, ему кажется, что ему не додали, что кто-то другой получил то, что полагается ему, страсть, страсть к разврату, то есть, как будто он хочет получить наслаждение на чужих путях, и наконец-то гордыня, мне недостаточно дали почета, это на самом деле выводит человека откуда? Из его мира, потому что то, что человек получает, если он живет в мире Творца, осознавая то, что он получает все Творца, я был на одном уроке, и Раф сказал, представьте себе, что в животе у матери два близнеца, и один дает другому пощечину и говорит, почему ты получил больше меня? Это возможно? Это невозможно, потому что каждый из них получает ровно столько, сколько ему необходимо. Сказано нашими мудрецами, ни один человек не может получить на толщину волоса больше, чем то, что ему полагается. То есть, кто-то у меня может забрать. Я вам расскажу, я говорил с одним умным человеком, и мы говорили про шедух, про то, как Творец делает такое чудо, соединяет пары. И этот человек мне рассказывал, я звонил одному человеку, другому, он искал невесту для своего сына, и вдруг там сказали, что эта девушка еще не выходит, а в другом месте сказали, что она встречается с другим, а третий не передал то, что просил. И этот человек сказал, только сейчас я понимаю, когда мой сын получил пару от Творца, что вот это и есть Ашгаха Пратит, персональное воздействие Творца на мир. Здесь не передали, здесь сказали, что она еще не выходит, а когда его сын уже был накануне обручения, вдруг звонят одни, другие, третий, ну, у нас как раз выходит наша девушка, наша дочка девятнадцатилетия, вдруг все, но это уже было поздно, то есть так Творец делает, чтобы именно одну девушку послать навстречу с этим одним юношем. Это то, что написано в Талмуде за сорок дней до того, как начинается девочка, ну, должна родиться девочка, голос на небе произносит, такая-то дочка такого-то предназначается такому-то сыну такого-то. Почему про нее говорят? Ведь на самом деле и он тоже здесь важное звено. Почему про него не говорят? Потому что у него эта повелительная заповедь найти свою потерю. А она только может ему помочь исполнить его заповедь. Ведь это то, что было вначале, когда Творец отделил, разделил то творение, которое называлось Адам. И написано в трактате Санедриин Вавилонского Талмуда, что Адам первый человек, которого сотворил Творец он был двуполый. А после этого, когда разделил Творец как бы сиамские близнецы, спиной они были присоединены, разделил, отделил женщину и привел ее к Адаму. И тогда он сказал это кость от моей кости. Это плоть от моей плоти. И поэтому она будет называться Иша женщина. Потому что взята от Иш от мужчины. Так это мы видим, что делает добрый глаз. Это то, что сказал Раби Лезер бен Оркинус. Но его постоянный оппонент в Талмуде, и мы говорили, это два самых близких ученика Раби Йоконена бен Закая, которые вынесли его из осажденного римлянами Иерусалима, и он пришел к Веспасиану и попросил три вещи. Так вот, Раби Иушуа бен Хананья, про которого мы учили и сказали счастливо родившая его, потому что его мать приносила его в место, где еврейские мудрецы изучали Тору, чтобы младенец с детства слышал слова Тор. Так вот, что он говорит. Главное, какой хороший путь, что прилепился к нему человек, хавер тоф, хороший друг. То есть, если человек научится быть хорошим другом, даже для одного человека, этим он выработает себе благожелательные отношения и к другим людям. Ну, что это такое? Это главное, что значит хороший друг? Он радуется удачам друга, он печалится его страданиям, он подставляет свое плечо, когда необходимо, он это называется верный друг, хороший друг. Это то, что на самом деле сказано в Икра. 19 глава, то, что написано в Торе. И полюби близкого твоего, как самого себя. Я специально не говорю ближнего, потому что этот перевод на русский язык мы слышали из других источников. И я вам рассказывал, как в Подмосковье я видел большой плакат «И полюби ближнего своего, как своего, как самого себя». Написано там в каком-то евангелии от какого-то, вы понимаете? Так это то, что сказал рабе Акива, это основа всей Торы. Объясняет это Рамбан, что если я хочу, чтобы моего друга был и хороший дом, и хорошие дети, и хорошая жена, и хороший достаток, но чтобы в Торе, только в Торе, я был чуть выше его, это значит, что ты даешь размеры своей любви, значит, ты не выполняешь эту заповедь и полюби другого еврея, как самого себя. Так вот, быть хорошим другом, если я научился быть хорошим другом, я могу быть другом даже Творцу. Это то, что мы говорим в субботней песне сердечный друг, отец милосердный. Вы понимаете, человек, который друг другому еврею, он становится другом Творца. И это главное, то, что сказал Раби Йошо. Мы посмотрим. Третий ученик, Раби Йоси, что он сказал? Хороший сосед. Друг он встречается, ну, раз в день даже, или раз в неделю, но соседа видишь и утром, и днем, и вечером. Хороший сосед. Если человек хороший сосед, он добрый ко всем тем, кто с ним встречается, хорошо относится к людям, в результате все его любят. Но с другой стороны, то, что имел в виду Раби Йошо, это хороший друг, с которым можно всегда посоветоваться, который всегда будет рядом, когда необходимо, который может отчитать своего друга за плохое поведение или похвалить за добрые дела. А Раби Йоси имел в виду, что человек должен стараться быть хорошим соседом, ведь сосед всегда его видит и всегда знает, чем он занят. Я приведу маленький пример. Хозяин Маколита маленькой лавочки в Байт Вагань. Он всегда приносит еду в разные дома и так далее. Так вот, он сказал про одного большого Рабина в Израиле. Он сказал, когда бы я не пришел в его дом, там всегда идет учеба. Это может быть утром, это может быть днем, это может быть поздно ночью, когда я приношу еду, всегда там идет учеба. Вы понимаете? Это то, что видит тот, кто всегда видит человек. То есть он это то, что сказал Раби Йоси. Раби Шимон сказал тот, кто видит зарождение нового. Что это значит? Человек, который обдумывает свои поступки, он может увидеть, как одно ложное, неправильное слово или неправильный поступок, каким могут привести последствиям. Поэтому он осторожен и он не произносит лишнего слова. Он старается так, чтобы то, что он делает, видишь, чьи зарождение, то есть дальновидные. Он понимает, представьте себе, одно семечко, скажем, яблонь, если оно попадет в землю, сколько сотен килограмм яблок может получиться из этого семечка. Вырастет дерево, потом снимут один урожай, другой и так далее, и так далее, и так далее. То есть тот, кто дальновиден, то есть он заранее видит проекцию всего того, что он делает в мире. Раби Элея Зарбен Арах сказал, доброе сердце, источник всех достоин человека это сердце, и всякий у которого доброе сердце, у него и все черты характера из этого источника. И это то, что ответил им их учитель Рабан Йоканн Бен Закай, я предпочитаю слова Рабеля Азара, сын Араха, потому что в его словах заключены все ваши слова. Но о том, что это значит, почему сердце источник всех добрых качеств, об этом мы поговорим на следующем уроке. А пока до свидания, всего хорошего. Редактор субтитров Корректор Субтитров